привет дорогие мои я не совсем со стандартного места начинаю этот выпуск потому что я короче проспал я проспал допоздна и уже темнеет и поэтому я решил начать пораньше не в том месте где мы прошла закончили в герцог нове поэтому будем часть ехать по тем местам где мы уже были а я пока вам пора расскажу что мне снилось я очень жалею что я не закончил какой-нибудь сценарный курс чтобы писать сценарий потому что мой мозг периодически выдает вообще шикарные творения сегодня мне приснился политический триллер по сюжету я в кафе вступился за девушку вот действие происходит в каком-то городе россии наверное во владивостоке ну не похоже было на владивосток я оттолкнул мажора который к ней грязно приставал и столом его высоким столом его к стене прижал типа ну чтобы он так не делал ну и как и так в классических фильмах да он мне такой тебе конец тебя найдут я такой да иди ты ну развернулся и там ухожу меня догоняет какой-то типа мой знакомый будет чувак да ты не понял тебе реально конец это короче сын какого-то крутого чиновника и короче все тебе ты уже в розыске считай где побеги вот и дальше начинается как я по городу убегаю уезжаю за мной гоняется росгвардия омон полиция и все в таком духе к чему это все я просто очень много смотрю ютуба и я очень сильно проникся вообще всей ситуации да то есть я живу в черногории но при этом вот где-то внутри меня все это штука кипит я очень переживаю сегодня кстати 9 число завтра 10 митинг посмотрим что будет завтра убегал убегал и меня поймали все таки меня поймали меня как какая-то врачиха воткнула мне что-то меня типа вырубился и оказываюсь я в короче в тюрьме но это какая-то такая как колония поселением то есть это огромное здание в котором вот живет это протестующая молодежь да то есть люди которых там по разным причинам задержали и вот они в этом здании там как такая общага гигантская вот и там много много этажей все это выглядит как какой-то такой да чудная общага я там по этажам ходил знакомился с каким-то людьми непонятными они мне рассказывали свои истории вот ну и концовка такая что я короче случайно там что-то увидел как какой-то гигантский чел просто выбил вообще мозги другому челу маленькому ты он такой гитар ты увидел все тебе конец и вот дальше уже концовочка была когда за мной два гигантских чела как решение прям такие перекаченные звери то я от них убегал и слава богу на этом меня разбудил телефон я реально это это был очень глубокий сон поэтому я ведь и дайте когда кошмары да человек он быстро просыпается а тут видно я был фазе очень глубокого сна и поэтому меня прям вырвало из этого прям сна я где-то минут 30 приходил в себя вот такое вот вступление поэтому поэтому я такой слегка сонный и поэтому я поздно начал мы еще едем по тем местам которые обычно обычно я уже проезжал да то есть вот у нас здесь техно плюс вот в котором квартира как раз иванушки который умер недавно вот последний иванушка но в смысле последний который умер у них еще есть иванушки они еще не кончились дай бог им здоровья в общем подъезжаем к нашей автобусной станции хотя зрительно она есть плюс в том что я вечером еду дорога посвободнее значит проехали мы автобусную станцию как всегда помните сюда сюда можно приехать уехать здесь место встречи я с многими кто без машины с клиентами вот здесь бургерная самое вкусное в городе кстати она что-то не работает до 4 говорят вроде как все равно до 2 она работает и вот так вот я сейчас проезжаю по правой стороне кальникула крепость но вы ее наверно не видите в кадре мы кстати не попробовали новый формат я подальше камеру поставил ну что теперь мои зубы и глаза не 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 цеплялись так сильно и не знаю вот в общем подальше чуть капера может еще подальше поставь слева у нас электро дистрибуция это главная электро компания здесь оплачиваются счета и так далее вот справа у нас савинская кварбища савинской гробли это вот место где хоронят кварбища тут кстати русская церковь и я вы ее в кадре не увидите но я ее через деревья справа вижу там синий купол это вот если будете искать русскую церковь на кварбища синий купол на нем в этом парке на этом кварбища похоронено очень много русских революционных но то есть в те времена когда первая волна русской миграции после революционная здесь очень много русских поселилась вообще в бока-которском заливе и в сербию много уехала вот сюда как раз пришел этот корабль который их вывозил там не помню откуда то ли с сочи то ли с крыма их вывозил а справа сейчас была шушечь это пекарня и стоматолог короче чувак он вообще мастер а у него бизнес полного цикла то есть ты приходишь ешь торт из-за торта у тебя портятся зубы и ты идешь их чинишь к нему ну то есть вообще бизнесмен от бога вот потом наверно он из этих вырванных зубов еще чего-нибудь делает там начинку торта я жгу себе да шушке мы проехали слева был автомагазин не помню как он называется забыл как ли него гостелана по моему принципе нормальный магазин но я затарилась другом я на петле затарилась а чего можно запчасти заказывать а у доставщиков из украины там дешевле получается обычно и но и выбор запчастей сами понимаете я засвеченный весь так мы подъезжаем к милене вот как раз этого места должен был быть старт сегодня значит по левой стороне у нас так называемый черкизон я про него по-моему вам рассказывал уже вот то есть рынок блошиный рынок на котором можно купить всякую мелочевку запчасти инструменты и так далее ну там запчасти смысле не на машину хотя на машину тоже что то есть там лампочки всякие не знаю там предохранители можно купить вот здесь заправка эко не такая ужасная как будве но тоже это меня на ней не обманывали ну я очень я всегда сам заправляю машину поэтому меня хрен вода то есть фиг вам называется вот впереди у нас какая-то девушка по моему русская судя по внешности очень медленно выезжает номера герцогновский на девушка по русской папа по внешности слева у нас как вы помните факультеты автомойка вот вы его отлично видите ну а вы видите что я в пробке сегодня да но это у нас стандартное явление лето народ просто по два часа стоит пробки чтобы доехать куда-то будва будва гулярица стоит на бар пробка актив от будва стоит тоже пробка и у нас тоже пробка почему потому что как вы видите впереди машина вода видно в кадре на итальянских номерах но это не настоящие итальянцы это албанские итальянцы ведь чуваки просто сейчас едут в отпуска да то есть в западных западноевропейских странах сейчас период отпусков эти албанцы которые живут на вы можете увидеть немецкие номера швейцарские номера австрийские номера и будете думать у нас только европейцев а нет это албанцы понятное дело что давайте они это как бывают афроамериканцы а это албаны европейцы мы потихонечку едем сейчас начинается самое интересное то чего вы до этого не видели мы поворачиваем на боснию вот это круговое движение есть анекдот такое не помню по вам уже рассказывал да почему басанец не может приехать на побережье он пришел приезжает по кругу обижает и южная от назад и не может ну типа что по санкции тупые это это не я так думаю народный фольклор ну что а мы помчались только вперед газ в пол